а здрасте всем друзья приветули у нас тут ферма продолжается и соответственно вот она вся наша техника ну практически вся она хорошенько поработала в прошлой серии и немножко за кадром и погнали посмотрим чего у нас вообще происходит для начала конечно же по полям пробежимся большое четвертое пятое поле у нас канулка она уже даже созрела вся прям прекрасно также у нас есть еще рядом поле тут созрел подсолнечник и чуть-чуть его не дозрело ничего страшного к тому моменту как придется убирать это поле он уже дозреет плюс 8 9 засеянная канулой которая уже тоже созрела и рядом маленькое поле под номером 10 с подсолнечником тоже полностью созревшим поэтому и наша задача все это дело по убирать на хрен я думаю мы с этим без проблем справимся также друзья у нас есть теплички на которых где они наши вот они наши теплички там у нас внутри растет клубничка заводы тепличный комплекс 84 процента уже ее собирают 267 кубов этой самой клубники у нас есть плюс у нас друзья есть контрактики два контракта на клубнику который мы уже можем выполнить и контракт на канулу и подсолнечник соответственно все это дело нам надо будет сегодня отвести и поэтому погнали у нас на балансе есть уже 2 миллиона 125 тысяч денег соответственно отвезем контракты и еще немножко разбогатеем вот так вот короче погнали работать в первую очередь друзья конечно же отправляем работать комбайн убирать поле они довольно таки быстро работают поэтому оставляем их в покое вроде как проблем у них как правило никаких нету а сами едем развлекаться с тепличками потому что там клубничка для этого нам потребуется наш урал вот этот вот замечательной чумазой а в нем еще и топлива нету какая не задача ладно не проблема сейчас заправим у нас тут есть на базе заправка поэтому это это не особая проблема да я знаю техника не мытая не надо не надо меня ругать за это все не помоем или не сегодня ну короче в этот игровой день закончится все работы полевые помоем технику честно обещаю пока что заправляем нашего урала сколько у нас там топлива кстати осталось в этом а топлива еще много мы перевозили с наших рисовых чеков топляк сюда поэтому пока что он есть в заправились короче и погнали погнали на наши теплички соответственно подъезжаем к нашему складу на урале вот так вот аккуратненько и смотрим на наши активные контракты есть у нас контракт на 128 кубов который возится в универмаг соответственно железной дороге туда никакой не идет поэтому в бой вступает наш урал мы соответственно загружаем в него 8 кубов клубнички загружаем 8 останется 120 это будет полные 5 ходок к универмагу и соответственно этого же товарища отправляем возить это все дело нанимаем валерон чека в общем то с этим контрактом у нас все понятно также у нас есть еще один контракт на клубнику который придется возить с помощью с помощью поезда потому что он у нас идет на же дистанцию и соответственно погнали за поездом благо у нас есть классный поезд да правда из-за ста кубов целый состав тащить такое себе на самом деле удовольствие а еще и на железной дороге впереди вижу другой состав который сейчас скорее всего перекроет нам кислород что он такой длинненький классно не помню что такие длинные составы здесь были ладно на самом деле застрелку он часу едет по этому пути нам освободят это не проблема открываем ворота у нас они у нас зерновые вагоны сейчас стоят зацепленные к нашему составу но не проблема заводим наш паровозик вот такой вот он прекрасный да нравится мне паровозики надо будет как-нибудь покататься все-таки на стриме в какой-нибудь трэн симулятор наверно ах да отцепляем вот этот вагон что я забыл про это совсем и друзья давайте наверное без лишних слов быстренько таймлапсики сейчас такое запишу перецепляем вагоны едем за клубничкой и соответственно эту самую клубничку отвозим на ж.д. станцию ненажко и Субтитры сделал DimaTorzok 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 То бишь, 670 кубов. Можно даже 6 тепличек, на самом деле, засаживать. Они все 7. И, в общем-то, давайте их и возьмем. Плюс у нас есть, кстати, дохрена баклажанов. Хотя можно, кстати, и все теплицы засадить. Че, излишки останутся, они не пропадут. Потому что тут еще есть... Че у нас там, огурчики, да? 250 кубов огурцов. Это 3 теплицы. Даже больше. Нет. Давайте, короче, обойдемся без огурцов. Будем чисто баклажанчиками торговать в ближайшее время. 46 часов, 38 часов. Отлично. Короче, накручиваем их по максимуму, по ценнику. И берем 2 контракта на баклажаны. И, в общем-то, в следующий раз будем развлекаться именно с ними. Плюс надо купить 7 поддонов с баклажанчиками, с рассадой. У нас тем временем, кстати, уже почти выполнился контракт на клубнику. Уже последнюю ходку сейчас товарищ наш будет делать. И это прекрасно. Он освободит нам Урал, с помощью которого мы будем возить семена и рассаду. По поводу семян. Что нам надо из семян? Давайте-ка контракты. Есть интересный контракт на 400 кубов кукурузки. Знаете, он мне нравится. Мы можем всего вырастить на всех полях 636 кубов. Можно, в принципе, взять и посчитать потом. Можно вон лука вырастить, например. Мы еще ни разу не развлекались с корнеплодами. Но, честно говоря, и не хочется. Соя, щепа, рожь, пшеница. Или рожь, пшеницу, не знаю. Нет, давайте кукурузку. У нас давно не было кукурузки. Возьмем вот этот контракт, тоже его накрутим немножко. Большой. И, соответственно, все наши поля засеем кукурузкой. По-моему, это будет вполне себе весело. Для этого нам потребуется 11 кубов семян. Сколько их у нас есть? Есть ли у нас семена кукурузки? У нас есть 1600 литров. Поэтому 5 поддонов с семенами мы купим. Также удобрение у нас осталось 2 куба. Значит, надо докупить обязательно. Еще у нас на складе есть щепа. От которой тоже не помешало бы избавиться. Биржи контрактов. Если есть поставка на щепу, то замечательно. А есть поставка на щепу. Мы ее тоже принимаем. От нее мы тоже избавимся. Отлично. Соответственно, нужно купить еще семена. Точнее, удобрения. Да, много всего надо покупать. И посмотрим, нужно ли нам еще удобрения на тепличном комплексе. Тут еще и 5 кубов, поэтому в принципе-то и не нужны. Замечательно. Просто замечательно. Погнали тогда на садовый центр покупать поддоны со всей вот этой фигней удобрения, семена, рассаду и так далее. Потому что это все нам катастрофически необходимо. Да. Следы. А, ну да, тут же ездит этот товарищ, который возит. Соответственно, нам нужно 5 поддонов с кукурузкой. Мы, соответственно, их 5 и берем. Также нам нужны сухие удобрения. Я думаю, что 4 поддона имеет смысл взять. То бишь 8 кубов. А также нам надо 7 поддонов с рассадой баклажанчиков. Да, у нас уже много лишних баклажанов получается, но ничего страшного. Так, 7. 7 штук стоит. В общем-то, Урал освободится. Мы их отвезем что на базу, что на теплице. В принципе, пока что не торопимся. Посев еще у нас не начинается. Вот, кстати, наш Урал другой, который тут возит потихонечку грунт. Да, надо, кстати, чтобы минимум 100 кубов грунта он уже успел отвезти. А может быть даже и 200, потому что я не помню, сколько там третьего урожая. Но оно пока что зреет. И, в общем-то, пускай зреет. Что у нас на поле? На поле ребята убирают. Ребята молодцы. Только что-то они застряли здесь. А самое главное, застряли и не говорят об этом. И, судя по всему, застряли они довольно-таки давно. А я знаю почему. Мне кажется, я знаю почему. Или не знаю. Контракт на поставку товара клубника выполнен. Урал красавчик, молодец. Потому что он начал собирать ячмень и не может его выгрузить в канолу. Значится, мы отправляем мана на разгрузку. А сами тем временем, пока он тут ездит, соберем ячмень. Весь, который здесь есть. Чтобы он не мешался. Быстренько вот это вот все. Высыпем его тоже в мана. И отправим его тоже на разгрузку. Пускай этот ячмень лежит. Тут я не знаю, сколько его тут. Один куб получается. Да, это просто косяк, когда Вальтера не захотела его запахать и он созрел. Ну ничего страшного, такое бывает. Дерьмо, как говорится, случается. Ну сейчас мы это все дело исправим. Это не проблема. Не знаю, исправят ли его потом трактора, которые будут это все дело культивировать. Пахать, что нам там надо будет делать. Скорее всего культивировать. Сейчас они скоро уже приступят к своей работе. Вот так вот. Все. Завершаем. Нет, не завершаем. А что у нас здесь растет? Или скажите, что у меня здесь еще рожь растет? Рожь, которая засохла, созрела. Понятно, все. У нас тут какая-то вакханалия на поле. Вырубаем комбайн и ждем, пока сюда приедет манн. А приедет он сюда довольно быстро, потому что он уже успел разгрузиться и едет обратно. Да, все это быстро работает. Можно даже вот так вот трубу выставить и ожидаем. Вон он на карте. А мы пока посмотрим, кстати, нужно ли нам что-нибудь пахать. Ну вот четвертое и пятое поле пахать не нужно и это прекрасно. Я такое люблю. Урал-Тэ, транспортировка закончена. А, это тот, который возил клубничку. Он закончил, мы об этом уже знаем. И он нас теперь ждет на тепличке. Красавчик. Сейчас мы к нему приподъедем. Сейчас мы только вот с этими чертями разберемся. Давай-ка вот так вот мы тебя высыпаем. Сой, куда поехал? Во, блин. Ладно, я понимаю, он хочет подъехать сам аккуратненько по фэншую. Поэтому для его удобства мы сделаем вот так вот. Ну и, что стоим? Какой-то непонятный манн. Ладно. Его мы тоже отправляем на разгрузку с этим ячменем. А сами погнали дальше убирать канолу. Точнее, опять-таки, Валерона запрягаем. Что-то у него здесь пошло не по плану. Кстати, какое-то количество канола, скорее всего, мы потеряли. Мне так кажется. Хотя, не знаю. В любом случае, мана, точнее Нью-Холланда, отправляем собирать канолу. Он тут, в принципе, справится. А сами погнали за Уралом. За Уралом, за Уралом. Вот он вот здесь вот стоит. Молодец какой. Короче, ты уволен. А мы же заводимся. И нам нужно подцепить другой прицеп. Другой прицеп, который у нас для семян. Что он, кстати, по грунту успел? Он там что привезти? Не успел. 48 кубов. Да, это будет медленно. Ну ладно, мы не торопимся. Наверное. Хотя еще надо будет рис отвезти. Ё-моё. Сколько всякой работы у нас. Так, вот так вот мы как-то паркуем. Я пытался это сделать аккуратно. Но аккуратно не получилось. Ну ничего страшного. Так, вот подцепляемся. И погнали на садовый центр. А здрасте. А мы тут приехали на садовый центр. И наша задача сейчас загрузить все поддоны, что мы купили. Опять-таки сильно мучиться у меня сейчас откровенно в падлу. Ездить несколько раз мне тоже в падлу. Поэтому мы будем немножко хитрее. Загружаем на автопогрузку поддоны с рассадой. А также на автопогрузку загружаем поддоны с удобрениями. А поддоны, которые у нас с семенами кукурузки, мы загрузим. Загрузим просто сверху, поставим их. Потому что то, что на автопогрузке у нас типа прозрачное. Без коллизии. Так, склады. Склады. И это у нас садовый центр. Соответственно, загружаем на поддон удобрения. Отставляем их вот так вот в сторону. Вот так вот. Да. И загружаем на поддон еще два. Вот так вот. Вот так вот все это быстро делается. И, соответственно, проезжаем просто мимо. И это все дело у нас загружается на прицеп. Вот так вот. А вот эти вот пять поддонов мы... Ну, в общем-то, в прошлые разы мы так делали. Я, честно говоря, уже сбился со счета какая-то серия. Потому что при монтаже я их то делю, то не делю. Поэтому даже не знаю, сколько серий назад, что у нас происходило. Ну и не важно. Так, короче, как-то их вот так вот ставим. Хотя нихренашеньки не видно. Куда тут что ставить? Сейчас что-нибудь попадает. Так, пстынь. И последний. Вот так вот. Нет. Не угадал. Ха! Черт, он упал. Короче, вот здесь вот нет. Здесь он тоже упал. А вот здесь вот... Да он тоже падает. Почему ты падаешь, падла? Во. Вроде стал, но зато упал другой. Так и живем. Так, здесь я ничего не скинул. Нет, все-таки скинул. Ну вот твою ж мать, а. Здесь есть что-нибудь? Здесь тоже есть что-нибудь. Короче, закрепляем это ремнями, и они вроде как все закрепились. Отлично. Поехали на базу. Все это теперь разгружать. А, здрасьте. А мы тут вам привезли семян. Я надеюсь, они сейчас здесь будут прекрасно разгружаться. По крайней мере, ладно. Давайте скинем все это дело, чтобы оно разгружалось. Да, есть вероятность, что они должны быть не перевернутые. Я не знаю, как это работает. Так, еще один. И там, наверное, еще один должен быть где-то. Подождите, у нас же их всего было 5. Или они уже поразгружались? Может быть, они уже поразгружались. Красавчики. Да. Соответственно, вот этот мы тоже высыпаем. И он за это время исчез. А в этом уже 84% осталось. Этот мы тоже разгружаем. Красота, да и только. Во. И еще семена. Семена у нас тоже должны разгрузиться. Точнее, удобрения. Почему я все время удобрения хочу называть семенами? Склады фермы. Что-то удобрения у нас нихренашеньки не разгружаются. Это не круто. Возможно, из-за того, что стоят поддоны с этим сам. С оттеплиц. С баклажанами. Поэтому они. Триггер видит именно эти поддоны. Надо с этим что-то как-то порешать. Да еще, чтобы поаккуратнее было. Во. Вот так вот это все дело скидываем и отгоняем отсюда Урала. И скорее всего тогда, тогда оно начнет там... Нет, оно не начало? Серьезно? А вот, ребята. Вы же тут на триггере, нет? Какого хрена они не высыпаются? Ладно. Убираем их с триггера. И обратно подносим на триггер. И они все равно не высыпаются. Эу. Какого хрена? Удобрения. Это же не жидкие, это же сухие. Разгружайтесь, падлы. Вот те здрасте, а. Приехали. Но здесь они тоже не разгружаются. Это вполне логично. Потому что они с той стороны разгружаются. Что мы Урала не слишком далеко увезли. Или вот эти поддоны не слишком далеко отставили. Какого хрена, а? Расскажите мне, пожалуйста, друзья мои. Ладно, убираем Урала подальше. Не проблема. Хочешь подальше? Уберем подальше. Уберем его вообще далеко. Вряд ли штреггер будет аж до сюда доставать. Правильно? Вставляем здесь. Так, с поддон давай. Хоп. Ну и какого лешего, а? Товарищ. Ммм, странное дерьмо. Ладно, у меня есть план Б. С помощью МАЗа. МТЗ. Ё-моё, почему МАЗа? Ну чё, попробуем загрузить в поддон сюда. Из поддона в удобрялку. А из удобрялки, соответственно, выгрузить. Ну вы поняли. Ну-ка давай, расскажи мне, что ты загружаешься и у тебя всё нормально с этим. О, загружается. Красавчик. Да, ну загружается падла, конечно, откровенно долго. Ну да ладно, ничего страшного. 1999. Как я люблю вот эти округления фермерские. Ладно, с этим ничего не поделать. Вот, да, и вот так вот мы сейчас с другой стороны всё это дело и выгружаем обратно. Да, я решил один поддон это сделать, потому что у нас осталось ещё там два. И оба они влезут в удобрялку, соответственно, мы загрузим удобрялку и поедем удобрять поле. Правда, чуть-чуть попозже. Поэтому, товарищ, давай-ка сразу же. Мы тебя даже припаркуем около вот этих вот поддонов. Вот так вот. И поставим один загружаться. С этим, в общем-то, всё понятно. Удобрение есть, всё прекрасно. Должно хватить. Далее. Далее Урал пускай стоит здесь. Он никому пока что не мешает, наверное. Смотрим, что у нас с полем с этим. А это поле у нас почти убрано. Осталось совсем чуть-чуть. Соответственно. Это прекрасно, да. Раз мы будем сеять кукурузу, друзья, у нас для кукурузы подсолнечника есть вот такая вот сейлка. Но она 6-метровая, очень короткая. Точнее, очень узкая. Я хочу её заменить. Поэтому, друзья, мы сейчас высыпаем всё из этой сейлки. И поедем купим другую. Раз у нас есть на это деньги, мы, соответственно, воспользуемся своим положением и немножко обновим технику. Почему бы и нет? Так, вставай. Выгружаем семена. Выгружаем удобрение. Я вот не понимаю, почему, если у семян расход намного больше, чем у удобрений, то здесь бункер на удобрение там под 2 куба, а на семена 300 литров. Это как-то нелогично. О, товарищ там уже говорит, что завершил работу. Сейчас мы с этим совсем разберёмся. Мы едем за новой... За новой удобрялкой. Продадим эту. Точнее, сейлкой. Да что ж я всё время путаю? Только да, в магазин ехать на грязном и продавать грязное не камельфо, поэтому мы это всё дело сейчас сполоснём. Ещё неплохо было бы эту Вальтуру, наверное, заправить. Но ничего. Я думаю, что ничего страшного, да. Погнали в магазин, и там у нас будет новая игрушка. Здравствуйте, товарищи. Смотрите, что я вам привёз. Крутая супер-сеялка, которая... Которая почти толком-то и не работала. Пару полей засеяла, и всё. Поэтому забирайте. Не, это не так работает, да? Надо подойти и нажать на кнопочку продать. Ух ты, 46 тысяч. Техника продана. Красота. Соответственно, сеялки. Сеялки, сеялки, сеялки. Вот они. Разумеется, это будет 9-метровый вот этот вот Хорх, Хорш, да. Шириной 9 метров, большим, огромнейшим просто баком. 120 тысяч он стоит. Мы его покупаем, потому что у нас есть эти 121 тысячи. И вот эта красотища стоит здесь, да. Теперь у нас классная сеялка для кукурузки и баклажанчиков. Соответственно, мы её вот так вот цепляем. Давай-ка цепляйся. Выставляем первый сорт семян. И кукуруза, да. Будем сеять мы кукурузу. Сразу это дело выставляем. Поехали на базу загружать туда семена. А ещё неплохо было бы заправить трактор. Итак, друзья. Четвёртое поле у нас доубиралось. Поэтому вот эти ребята поехали убирать восьмое поле с канолой. Следующие они справятся. После того, как уберут канолы, соответственно, пойдут убирать шестое, седьмое и десятое поле, на которых растёт подсолнечник. Который здесь, кстати, ещё до конца так и не созрел. А на четвёртом поле, раз оно убрано, можно мутить посев. И для этого нам понадобятся вот эти вот наши три товарища. Соответственно, сначала мы это всё дело удобряем сверху. Получаем первый слой удобрения. Потом проходимся культиватором. Так как здесь у нас разбросана солома. Мы получаем второй слой удобрения. И потом мы проходимся вот этой сейлкой. Засеваем и получаем ещё и третий слой удобрения. Потому что здесь всё с удобрением у нас идёт. Кстати, бункер здесь с удобрением на семь кубов. Вот нахрена? Я не понимаю. Ну ладно. Соответственно, МТЗшка у нас поехала всё это дело удобрять. Она справится, я в ней не сомневаюсь. А так как удобрение процесса идёт во-первых шире, а во-вторых быстрее, то можно в принципе сразу же ставить нашего вот этого товарища, который будет это всё дело культивировать. Плюс, друзья, этот товарищ поедет немножко поуже. И я надеюсь, что вот этот вот недоразумение, которое у нас вот здесь вот происходит в конце поля, оно в общем-то у нас исправится. Я по крайней мере на это надеюсь. Посмотрим по факту. Короче говоря, наш свежеприобретённый Фэнд пару серий назад тоже поехал у нас всё это дело культивировать. Едет он относительно быстро. Сейчас он даст небольшую фору удобрялке. Несмотря на то, что удобрялка, смотрите, разница. А, правильно, мы же вот этого товарища сюда запустили. А он поехал второй раз посыпать то же самое. Гений просто, да. Они же там сейчас столкнутся нахрена. Не надо нам тут удобрять то же самое. Поедем его переставим на нормальное место. Чтоб у него всё было чётко. Я понимаю, почему это именно так работает, но сейчас мне было откровенно. В падлу всё это дело, если так можно выразиться, чинить. Так что давай, ехай, удобряй. Красавчик. Ещё неизвестно, как поедет вот этот товарищ. Да, у него здесь определённые проблемы есть с разворотом, поскольку... Хотя с этой стороны, наверное, можно ему и внешне выезжать. Просто хрен его знает, какой радиус у этой хреновины здоровой. Я боюсь, что он нахрен свалится в обрыв. А с другой стороны поля ещё и деревья. Может в них тоже спокойно впендюриться. Поэтому пускай разворачиваются в пределах поля. Да, чуть-чуть дольше это всё будет происходить, но мы никуда не торопимся. Да, здесь он тоже решил как гений просто поехать. Ну и ладно, ничего страшного. Короче, сейчас же вслед за ними я запускаю вот этого товарища. И, друзья, в следующей серии мы уже с вами встретимся. Эту я закончу. Когда у нас будет подходить к концу наша уборка. Примерно на середине этапа будет посев. Мы, соответственно, в следующей серии тогда отвезём собранную канулу и подсолнечник. Выполним контракт. Отвезём рис на элеватор для очистки. Может быть он успеет даже очиститься. И мы... Ну, короче, будет весело, да. Соответственно, брус щепу, наверное, продадим по подставке в следующей серии. Короче, найдём и чем заняться. Здесь всегда есть чем заняться, да. Поэтому, друзья, давайте кучу лайкусиков. Не хотите вы 500 набирать? Сосисочки. В уфу быть сосисками, да. Короче, лайк, подписка, колокольчик, я не знаю. Комментарии. Всё как обычно. Мы уже подходим к логическому завершению этой карьеры. Вот-вот уже будет на девятнашку. Короче говоря, да. Всем, друзья, огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилы. И всем всего доброго. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин